Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала! С вами Локи! Сегодня у нас в преддверии матча отборочного раунда чемпионата мира сборная России и сборная Словении. Вы в комментариях, друзья, пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. В первом раунде сборная России играла со сборной Мальты, выиграла 3-1, но при этом очень много вопросов было у болельщиков. По игре самой сборной очень невнятно как-то она действовала, при этом могли еще и пропустить больше, чем один мяч. Ну а Словения в свою очередь выиграла у сборной Хорватии 1-0 и сейчас у команд по 3 очка. Посмотрим, как сыграют команды сейчас, будет интересно. Удар Александра Головина и сразу же первое спасение от Яна Облака. Хорошая передача направо, Далер Кузяев пошла подача в штрафную, Дзюбу пытался пробить, но сделать этого не позволили. Марио Фернандес, еще одна подача на Дзюбу, теперь он пробивает, но попадает в защитника. Неплохо пока что прессингует сборная России, но до особо опасных моментов дело не доходит. Третья подача, Дзюба бьет поворотом, снова мяч цепляет. Футболисты сборной Словении в итоге угловой. Неплохо разыграли, но опять-таки это просто подача в штрафную, это просто попытки удара и то он не оказывается опасным. Караваев подача в штрафную, мяч снова цепляет соперника и сборная Словении спокойно выходит. Заброс Аздоева на правый фланг, Кузяев, Дзюба и 1-0. Не было офсайда, 28-я минута, сборная России реализует свой момент. Не очень неплохо разыграли футболисты сборной России. Тройка «Зенита» организовала эту атаку, Аздоев забросил на Кузяева, тот скинул в центр на Дзюбу и Дзюба оказался точен. Полчаса позади сборная России выходит вперед, посмотрим, чем на это ответит сборная Словении. Еще один заброс на Дзюбу, но успевает выйти Яноблак и забрать мяч намертво в руки. 42-я минута штрафной в исполнении сборной России. Александр Головин у мяча, он делает подачу, снова удар Артема Дзюбы, но на сей раз Яноблак спокойно забирает мяч и начинает атаку своей команды. У нас начинаются вторые 45 минут нашего прогноза, пока сборная России впереди 1-0. У Словении особо моментов не было, больше мяч контролировал сборная России, но при этом забили всего лишь один раз. Посмотрим, чем нас порадует второй тайм. Очередная подача на Дзюбу. Дзюба делает скидку, это выстрел Аздоева, но мяч лисит далеко от ворота. Здесь было микронарушение, арбитр это увидел. Если бы сборная России потеряла мяч в этой атаке, то я думаю, был бы штрафной удар, но атака всегда кончилась не точным ударом Аздоева. Еще один по штрафную, Дзюба забивает гол, но было положение вне игры. У нас 70-я минута матча и снова сборная России идет вперед. Это Марио Фернандес, передача на Артема Дзюбу, его здесь слопали сразу три футболиста сборной Словении, и уже они пытаются выйти в контратаку. Удар Головина, спокоен Ян Облак, но вот на самом деле все те моменты, что создает сборная России в нашем прогнозе, они не столь опасны. Да, забили один раз мяч, но в остальных моментах, мне кажется, у Ян Облака проблем не возникало. У нас идет последняя пятиминутка, сборная Словении идет в атаку, но не точная передача, мяч потерян, и это шанс для контратаки сборной России. Ничего не добавил арбитр, звучит финальный свисток, в нашем прогнозе сборная России побеждает с минимальным счетом 1-0. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы, поддерживайте видео лайком, ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. С вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok